В 1921 году, в Якутии, в ответ на красный террор, началось восстание. Начались боевые действия, вся Якутия оказалась под контролем повстанцев. В окружении оказались города, Якутск, Вилюльск и село Амга, где были сосредоточены крупные отряды красных. Повстанцами было организовано Якутское областное управление, была создана Якутская повстанческая армия. Якутск был полностью окружен повстанческими отрядами. Из Якутска в Иркутск, штаб 5-й рабочей крестьянской Красной армии, была отправлена телеграмма с просьбой срочно отправить войска. На помощь осажденному Якутску был направлен из Иркутска крупный отряд Красной армии под командованием Нестора Каландарашвили. Отряд Каландарашвили состоял из 700 бойцов, за ним следовал 33-й отдельный дивизион ГПУ под командованием Ивана Мизина в количестве 300 бойцов. Так что в ведении Каландарашвили было более 1000 красноармейцев. Состоящую из 1000 бойцов отряд, по пути, не могли прокормить и дать ночевку маленькие села, и поэтому отряд, разделили на 10 обозов. В каждом обозе примерно от 80 до 300 красноармейцев. А обозы, шли с разницей в один, два, три дня. Первым шел отряд Ивана Строда, за ним с разницей в два дня шел отряд Широких Полянского. Затем также с разницей в два дня шел отряд Каландарашвили, и весь штаб 2-го северного отряда Красной армии и личная охрана Каландарашвили. Последним шел обоз дивизиона ГПУ. 6 марта 1922 года недалеко от села Техтюр, по дороге в город Якутск, повстанцы устроили засаду на 3-й обоз, где находился сам Каландарашвили и штаб. Как только весь эшелон втянулся в Хахсакскую протоку, из засады началась стрельба. В тот кровавый день, был убит весь штаб 2-го северного отряда Красной армии и личная охрана Каландарашвили. Установленное количество убитых, в тот трагический день, 100 красноармейцев, включая самого Каландарашвили. О нападавших, по архивным данным, насчитывалось 120 повстанцев. Повстанцы, после обстрелов, спокойно собрали пулеметы, винтовки, боеприпасы и ушли через реку, в восточную сторону. Всех бойцов, командиров штаба, а также самого Каландарашвили, 2 апреля 1922 года похоронили в городе Якутске. Позже останки вывезли и перезахоронили в городе Иркутске. Нестор Каландарашвили. Национальность другим. С февраля по июль 1918 года, командовал отрядами войск Центросибири. В 1920 году, в составе ДВР участвовал в сражениях с атаманом Семеновым. В командовании Красных, состоялось совещание о защите остальных обозов, приближающихся к Якутску. Решили из Якутска отправить отряд под командованием Ивана Строда, чтобы обезопасить движение Красных отрядов. Отряд до Бестяха шесть раз попадает в засаду. В результате засад, Красные потеряли много бойцов. А у повстанцев потерь не было. С такой тактикой боев Красные столкнулись впервые. Строт решил хорошо изучить тактику повстанцев. Повстанцы для засады огневые точки располагали возле опушки леса, чтобы после обстрелов под прикрытием леса легко отступить. Изучив все хитрости засадной войны, Строт предпринял меры, которые впоследствии привели к успешным боевым действиям против повстанцев. Строт разделял отряд на части. Сначала шла разведка, с двух сторон вдоль дороги, не выходя на открытые местности. Затем через некоторое время основной отряд. Строт отправил посыльных, в Покровск, Тихтюр, Титары, прибывающим обозом, о необходимости быть готовым к нападениям повстанцев. В Якутск начали прибывать последние обозы календарошвилевцев. Проехав поселок Титары, последний обоз дивизиона ГПУ, состоящий из 300 красноармейцев, попадает в засаду. И отступив, Титары укрепляется в селе. Повстанцы не стали штурмовать село, так как намного уступали в численности. Численность отряда повстанцев составляла не более 120 бойцов, а дивизион ГПУ – 300 хорошо вооруженных чекистов. Командир дивизиона ГПУ, Низин, отправив посыльных, стал ждать подмоги из Якутска. И через несколько дней на подмогу прибывает отряд Строта. Повстанцы, узнав о приближении еще одного отряда красных, отступают. С прибытием календарошвилевцев в Якутск, в городе скапливается огромное количество войск.